У нас сегодня в гостях Светлана Варапаева, наш полтавский декоратор, ты занимаешься свадьбой, декорируешь, декорируешь всякие мероприятия, детские праздники, все что связано с нашей творческой деятельностью, мы всем этим занимаемся. Наша команда очень довольна тем, что у нас есть возможности полноценно продвигаться. Да, я маленькая часть этой команды. Однозначно. Свет, расскажи, как ты дошла вообще к декору? Ты занималась до пошива вещей, именно швеей было. И как получилось так, что ты начинала декорировать? Дело в том, что скажи спасибо, что у меня есть много друзей, которые в один период решили пожениться. С этого момента мы решили создать команду, которая помогла им в этот их торжественный день, сделали им праздник. И после этого поняли, что хотим этим заниматься, хотим приносить людям счастье. Ну, очень замечательно. Это финансовое вложение, все-таки много тканей, много отсюда. Это безусловно. Как у вас получилось именно с первого, со старта? Ну, со старта было сложно. Сложно было начинать, потому что мы были новички в этом бизнесе, этого было довольно-таки мало людей, которые этим занимались. Ну, спасибо, появился интернет, где можно было черпать те идеи, те какие-нибудь тенденции, которые мы уже переделывали на свой лад, подстраивались под наш образ жизни, под наших людей, под наших клиентов. Интернет спасает. В то время он был, да, был ведущим. Сейчас уже нет. Сколько лет ты уже этим занимаешься? Лет восемь, как минимум. Представляешь, что, аж восемь лет дарит людям счастье, присутствовать. Хотя, там, ты не всегда даже невесту видишь. А невесты? Да невесты мы только даже были последние свадьбы, когда мы даже с невестами не встречались, все вели переговоры только по переписке, через интернет. Мы встретились с ней только после свадьбы, когда уже все закончилось, и то это было только в электронном виде. Мы с ней познакомились по фотографиям. Такие направления тоже были. Скажи, как мода любая, это же, в принципе, можно взять декор свадьбу, как и на моду. А какая тенденция за вот эти вот восемь лет, что менялось? Там, возможно, не знаю, искусственные цветы, либо же... Начиналось все с простого. Чем дальше в лес, тем больше дух. Поэтому, чем дальше мы идем глубже, вникаем в это дело, тем больше надо иметь креативных идей. Поэтому наша команда работает не только с простыми заказами, а пытаемся внедрять такие вещи, в которых даже сами не понимаем, с чего это все будет состоять. Я видела, как все это выращивало мох, пшеницу дома. У нее вся квартира... У нас была книга такая, из которой росли трава, цветы, и она выращенная была именно в книге. А у вас это где-то увидеть можно? Где-то сайт какой-то? Да, у нас есть однозначно и сайт в интернете, и есть. Как он называется, как его найти? Рекламируйтесь, не стесняйтесь. Да, нет, не стесняйтесь. Не, ну, заходите сейчас в любое в гугле поисковик, фамилию, отчество Аслана Воропаева, здесь оно высвечивает абсолютно все. Либо КПД, да? Да, все наши работы есть, есть портфолио. Фотографии, посчитай, то более тысячи фотографий за протяжение этого времени. Ну, теперь осталось моей главной, это любимой, не увидеть это все, потому что наверняка придется жениться. Вот, официально, Саша, давай, точно. Мы уже взрослые, мы уже много лет вместе, у нас есть взрослая дочка, ну, как взрослая, 8 лет. А кольцо есть? А кольца нету. Но дело в том, что у нас же с людьми... Леночка, я все равно тебя люблю. У нас люди боятся многие официальных отношений. Мы не боимся, просто не доходят руки. Значит, приведем их туда, куда вы хотите. Дождей стоит свет, сейчас не дешево. Да, это не дешево, но есть такие вещи, когда хочется для хороших людей сделать. А все-таки, как поменялся декор за 8 лет? Более конкретно можешь, там, могу, по материалам кем-то, что заказывают, что хотят? То, что было 2 года назад, мы его сложили большой стопочкой, лежит оно у нас, не используется. Потому что только новые идеи, все старое. Вы работаете в каком ключе? Вы предлагаете свою идею, свою концепцию? Или все-таки клиент, я хочу вот так вот? По-любому ты должен услышать желание клиента. Но иногда клиент даже не понимает, что он хочет. Я вот хочу, а что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу. И тогда уже от того, где происходит мероприятие, мы начинаем отталкиваться. Только от того, где оно проходит. Это будет улица, это будет зал, это будет какая-то выездная площадка, это будут масштабные проекты, или это будет минимализм. Все зависит. И ты потом уже начинаешь объяснять клиенту, что можно посоветовать именно в этой среде, в этой атмосфере. Национальная тематика часто? За последний год практически нет. Нет. Года 2 назад это было очень тренинг. То есть на волне, наверное, трещина. Помнишь, у нас была свадьба в желто-блокитном? Да, у нас там была пара. Все было только в желто-блокитном цвете. Это были машины, два Порша шикарные было. Это были именно декор в сине-голубом. Все, именно даже букет мы делали в этом цвете. А сейчас притихло. Все, даже украинские цветы, даже подсолнухи, это чисто из-за того, что это сезонные цветовки, все. Нет, спад пошел именно в этом смысле капитальный. Самый забавный случай во время свадьбы. Смешной, веселый. Смешной, это когда была свадьба и говорят у нас, мы все приходим по определенному цвете, в бирюзе. Подходят ребята, говорят, а где ваша бирюза? Она говорит, а у меня носки бирюзовые. Это было смешно. Это было просто как-то необычно, говорит, а где бирюзовый галстук, говорит, а у меня носки бирюзовые. Да, это было смешно. Это был такой молодой коллектив. Ребята на подъеме, на мотоциклах были, байкеры. Были такие, что девочка пришла на свадьбу в длинном платье. В конце концов, ей это все надоело. Она отрывает юбку и получаются невысокие боткорны белые. Она садится на байке и уезжает. Были такие случаи. То есть Полтава у нас креативит? Очень креативит, да. Ты занимаешься долгое время, но у нас кроме еще есть декораторы. Много ли людей, которые занимаются декором? Конкуренции. Да, конкуренции много ли? Да, я вам скажу одно, что на наш небольшой город, я не могу сказать конкуренты. Просто таких творческих людей достаточно. И у всех такие продвинутые идеи, поэтому мы можем конкурировать. Я скажу, что Полтава по количеству людей небольшая. Она на высоте даже с Киевом, Харполом идет. Есть люди, которые действительно могут и хотят. Самый крейзий декор такой. Крейзи, это я скажу, что когда люди пришли, для меня это была очень приятная пара. Это не крейзи, это было настолько приятно. Это была ромашковая свадьба. Девочка была настолько нежная, настолько легкая. Вот они по жизни пошли легко. Было приятно. Именно по Кризе тяжело у людей. Может, фотозоны какие-то интересные выбирали они на улице? В Ливень, дождь, снег. Ой, улица была. Была фотозона осенью, когда уже было холодно. И у нас в машине оказались зонты после горя. И мы делали фотозону. В зонтиками в маске. Но мы дожидались молодых тогда, святое дело, маску морскую. Зонт пляжный, потому что холодно, продроглись. И дом криет. И это возле яблочного сада. Я звоню невесте, говорю, а вы фотографироваться будете? Она говорит, а у меня все равно уже платье по пояс грязное. Я буду. И мы с зонтами от солнца выходим на улицу, их сопровождаем. Это было, конечно, сумасшествие. Но у них куча благодарностей было за то, что мы не побоялись. Что мы все-таки провели то, что мы обещали до конца. Да, это было необычно. Конечно, это нас тогда коньяком отправило, чтобы мы не заболели. Ну а что делать? Потому что промогли там молодые, а потом за столом. При свадьбах, опять же, какие-то благодарности. Вот, я не знаю, бутылочку шампанского. Либо же конфеты какие-то, либо покормить. Часто ли такое происходит? Практически никогда. Когда люди заполняют документы, они понимают, что они оплатили наши услуги. За все время, практически раз или два, нас угостили бутылочкой шампанского. Бутерброды даже не предлагают. Как много за выходные, вот, количество свадеб максимально было? Ну, мы делали и пять, и шесть, и семь. За один день? На выходных, эта выходная неделя заключается от четверга до понедельника. Но, если идут свадьбы более серьезные, более масштабные, максимум для свадьбы, на которых мы обязательно должны присутствовать. Мы берем не количество, а качество. Все-таки стараемся сделать максимум по качеству, нежели берем... Вы уже перешли на тот уровень, когда надо работать над качеством. Только на качество. Если ты будешь работать на количество, это ставится на поток. Я, например, пересвую, что поток хорошо только при зарабатывании денег. Это влияет на репутацию. Только отрицательно. Поэтому вот мы стараемся все-таки присутствовать. Если свадьба ответственная, мы постоянно присутствуем до того момента, когда гости садятся в зал. Гости сели, мы помахали им ручкой и сказали удачного дня, до свидания. Скажи вот точно, что в этом году больше заказывали, в том году, в этом году, и планируется на следующий год мода на что? Есть ли какие-то уже наметки? Да, наметки идут только креативные идеи. Ну, креативные... Стандарта не будет. То есть, я не знаю, зелень там, во флористике какие-то... Однозначно это много зелени, однозначно это какой-то свежий цвет. Свежий цвет, это цвет зелени планируется в этом сезоне. Опять все зеленое, то есть, да? Ну, по ходу, да. Посмотрим, как будут именно клиенты на это реагировать. Но, тем не менее, тренд уже, какие-то направления выстраиваются. Но не всегда то, что планируется у нас свыше. А в том году что заказывали? В том году? В том году... Много зелени, именно флористической зелени, много зеленого цветка, много зелени именно... Всяких там странных, непонятных. А как вы реагируете, если клиент говорит, я хочу, чтобы у меня было так, как у моих друзей, у кумовей? Да, однозначно против. 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 Я могу сделать, но я этого делать не хочу. Вы можете сделать и ищете пути отказаться от этого заказа? Нет, я подведу людей так, что скажу, зачем вам две одинаковых свадьбы, сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться. Я предлагаю им немножечко лучше, чем было у меня. То есть вы работаете с клиентом до конца, вы пытаетесь его убедить все-таки в своей работе? Да, однозначно. У нас за прошлый сезон от нашей компании ушло только два клиента. Из них это были просто люди, которых свадьба одна разошлась по каким-то причинам. А вторые, они просто уехали из Полтавы, они мероприятия просто перенесли. Поэтому работаем с человеком до тех пор, пока он не удовлетворится своими пожеланиями, а мы не удовлетворим его пожеланиями. Вот был высокосный год, опять же, наш 16-й, он сложен был во многом. Меньше ли было свадеб заказа? Все-таки влияет, да? Однозначно, что беремене все равно меньше. Люди боятся, все-таки стали как-то более подходить к этому продуманно. Женятся в основном пары старше 25 лет. Молодых пар очень мало. И приходят, конечно, уже смотрят, что многие детки есть, уже хотят... Планомерно, бери себе. Планомерно подходят к этому, молодежи очень мало. А вас приглашают золотая, серебряная свадьба на вот такие мероприятия? Несколько раз было, но это так, буквально сделали какую-то фотозону для того, чтобы запечатлеть родителей, запечатлеть родственников. Куча деток уже бегают, внуков хотят, конечно. То есть масштабные эти вещи нет ничего? Нет, нет. Нет, сейчас это уже много у нас красивых заведений, вот как это, например, здесь прекрасно можно посидеть, прекрасно можно отметить. Да, кстати, вкусный кофе и теплое местечко нам, как и Франсуа, предоставляет. Франсуа объединяет друзей. Мы все время здесь здороваемся, все время кто-то знакомый заходит. Все нормальные люди, все друзья собираются здесь. Это вот именно заведение совершенно недавно. Я не знаю, месяца нету. Да, может быть, две недели назад открыли. Уютненько здесь. Может, приходите, пейте здесь кофе. Я думаю, может быть, кто-то здесь свадьбу все-таки сделает. Да, помещение личное. Я не знаю, согласятся ли они, нужно ли им это. Здесь просто друзья собираются быстрее всего. Здесь хорошо выпить чашечку кофе, причем посидеть в уездной обстановке. С восьми утра, кстати. Да, это актуально. Свет, возможно, есть какая-то у тебя фраза, с которой ты идешь по жизнью, делаешь свадьбу, решишься радость. Девиз там. Мой девиз. Надо всегда быть лучшим. И всегда стремиться, чтобы тебя окружали те люди, которые нужны ты и которые нужны тебе. Хороший девиз. Старайся быть лучшим. Вот. Ну что, Саш, есть еще какие-то вопросы? У меня нет. В принципе. Затягивать не будем. Да, свет. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами встретилась. Всем хорошего, доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Сегодня, наконец-то, немножко потеклело. Ну, посмотрим, насколько долго это будет. Хотя на выходные даже дождь обещают и плюсовую температуру. Да, сейчас потом опять морозы. Минус 25, 26. Посмотрим, переживем. Все, хочется тепла. Весна все равно не за горами. Уже осталось 26 дней и будет 1 марта. Дело в том, что в этом году Пасха ранняя. Поэтому люди должны расписываться раньше значительно. Тенденция есть такая, что все основные мероприятия начинаются уже после пославного периода. Желающие пожениться, собирайтесь. Всем доброго утра, удачного дня. Переписываться. Нужно. Все? Нужно. Ну, еще вон, пишемся.